Продолжение следует... Продолжение следует... С точки зрения волнового анализа, циклического и паттернов горитой горитой горитой. Окей, ну что же, по традиции, пожалуй, мы сегодня, наверное, традицию изменим. И сегодня, и сегодня, и сегодня мы начнем с фунта. Почему именно с фунта? На мой взгляд, сейчас котировка фунт-доллар имеет, в принципе, такой привлекательный вид. И есть вероятность того, что у нас с вами завершается четвертая волна большого периода, если брать волновую разметку, начиная с 2014 года. Сейчас есть вероятность того, что у нас с вами волна C заканчивается. Заканчивается она с вами в форме клина. И есть вероятность того, что здесь у нас уже пятая волна в данном клине сформировалась. Что у нас тут с фунта трейд-аут пятым? Вот такая вот ситуация. Соответственно, на мой взгляд, перспектива у нас с вами следующая. Ключевые уровни 1.28.12 и 1.31.58. Предположение есть, что снижение от 1.3001 будет у нас с вами представлять собой первый намек на то, что длительное восстановление с 1.1949 с октября месяца у нас с вами завершилось. И, соответственно, 1.28.12 будет у нас с вами представлять собой следующий барьер, за которым последует снижение в районах отметки 1.25.89. Также есть вероятность того, что при расчете с помощью волнового анализа с 1.25.89 до 1.29.33 Мы, в принципе, ожидали радио в третьей волны, в третьей-третьей волны. Но, похоже, что сейчас у нас с вами ситуация меняется. Соответственно, если будет перекрытие выше представленной конечной диагонали, соответственно, волной С в игреке, она должна быть на конце и, собственно говоря, уже приближаться к своему завершению. Соответственно, максимум, который у нас находится на отметке 1.3158 лежит немного ниже волны уровня Y, соответственно, которая будет двигаться на том же расстоянии, что и на отметке 1.3190. И, собственно говоря, мы можем предположить, что у нас с вами начнет свое снижение. По времени, когда это, возможно, начнется? Возможно, начнется у нас, в принципе, 2-го числа. Сегодня у нас 31-го, 0-2-го, 0-8-го, 2017-го года. При закреплении ниже отметки 1.31010 и пробитии уровня 1.28111 можно будет, в принципе, с уверенностью сказать, что фунт у нас закончил свое коррекционное движение и мы пойдем к отметке 1.19457. Это будет у нас по фунту первые цели. Это где здесь у нас с помощью карты. На четырехчасовом графике у нас с вами сформировалась дивергенция. Она сформировалась, если я не ошибаюсь, сформировалась она у нас в пятницу. В уровне Фибоначо 38,2% у нас по-прежнему пока присутствует. Ну и я все-таки рассчитываю, что снижение у нас будет. Соответственно, для коротких позиций стоп. Так, сейчас у нас 1.31211 за отметку 1.31862. 1.31 мы можем, да, если покороче. Так, а если покороче что-нибудь. 38,2% сейчас. Ну, либо в залок, а еще лучше денег подождать. Подождать сегодня, пока будет у нас с вами хотя бы поглощение на дневном графике. И тогда можно будет уже, в принципе, с уверенностью сказать, что да, можно уходить в короткую. Соответственно, сейчас вход в короткую позицию, он наиболее рисковый. Но при этом, если заходить сейчас, то стоп относительно короткий. Пробой из закрепления выше 1.31533. Отправить пару на 1.31869. Пробой данного уровня позволит паре фунт-доллар укрепиться до отметки 1.32446. Это что касаемо фунта. Потихонечку, потихонечку приближаемся. Так, евродоллар, евродоллар. Евродоллар. Всех интересует евродоллар, что будет евродоллар. Есть вероятность того, что мы можем продлить дальнейшее снижение. Рост к отметке 1.18879 в случае закрепления выше локального максимума, который у нас с вами находился в среду, в четверг-пятницу. Соответственно, пробой закрепления выше уровня 1.17635 позволит паре доллара евродоллару приближаться до отметки 1.18879. По-прежнему, пока нахожусь в короткой позиции, в пятницу стопы не зацепило, так как нашел на самом максимуме. Поэтому сейчас пока ничего не предпринимаю, не трогаю. Если разворот начнется, то разворот начнется... Возьмутка потерялась куда-то всем. Сегодня сделаю. То разворот у нас начнется на 1.08.2017. Поэтому пока сегодня я бы подождал с евродолларом. Так, что у нас еще есть с вами? И сейчас, на мой взгляд, хорошее, так сказать, привлекательное возможность существует у нас с вами по паре доллар США с швейцарским фрагом. Если мы с вами возьмем недельный график, посмотрим глобальную разметку. Есть вероятность того, что сейчас у нас с вами в завершении волны 2 произошло. При этом минимум волны С не был нарушен. Соответственно, аквентический уровень поддержки 0.94.383. Среднесрочный, ожидая рост в рамках волны С, А, В, С, к уровню далеко выше за отметку 1.03.427. Если смотреть короткосрочно, то мы должны сегодня еще вернуться к отметке 0.94.895, подтвердить этот уровень. И затем у нас начнется мощное ралли по укреплению доллара США по отношению к швейцарскому франку. Соответственно, сейчас завершили 4 уровня четвертой малой размерности пришли. Нужно сделать еще заходе в пятую и затем можно будет франк брать. Если кто-то уже вошел в длинную позицию, то стоп за локальный минимум за отметку 1.94.364. Ну, а профиль далеко наверх за отметку 1.03.427. Профиль там более точно мы с вами определимся. Так, это что касается у нас франка. Соответственно, по франку сейчас мы с вами еще, возможно, краткосрочное продолжение роста к отметке 0.97.50. И оттуда, возможно, начнется коррекционное снижение, так как здесь, скорее всего, у нас с вами есть 5 вон. Если это был АВС, то здесь тогда ситуация сейчас меняется. И похоже, что здесь у нас был заход уже не вверх. Так, 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 где у нас идет. И вот. И вот. Так. Существуем этот. Существуем этот. Один. Три. Четыре. Пять. Вариант. Затем коррекционное снижение. Либо в район 96.40, либо может чуть пониже сходить. Но на средний срок у нас с вами просто похоже, что первый уровень импульс у нас уже начался. Начался. Соответственно, по франку критические уровни, ключевые уровни 0.94.90 и 0.98.61. Есть предположение, что в перспективе с нынешних уровней или немного выше доллара франк у нас должен с вами повернуться на минимум, по крайней мере, на коррекцию с ралли с 0.94.38. И затем, после завершения коррекционного снижения, у нас начнется среднесрочный рост по котировке доллар-франк. Дела хорошо, Ксения, спасибо. Так, с доллар-франком разобрались. Что у нас еще интересного есть? Австралийцы, австралийцы, австралийцы. Соответственно, по австралийскому доллару. По австралийскому доллару ожидаю коррекционное снижение. Я включил ее уровни 0.8066 и 0.7571. Вот эти два уровня. Есть вероятность бычьего развития событий для австралийского доллара. Хотя, в принципе, если брать долгосрочную перспективу, то есть вероятность снижения. Но также есть вероятность того, что с 0.7330 ралли, которое у нас было, закончено пятью волнами и тремя волнами, соответственно, развернутой плоской. В четвертой волне и оба эти расчета, они, в принципе, говорят о том, что австралийцы, он уязвим на текущий момент. И, соответственно, если у нас будет разворачиваться волна С, то корректирующее движение мы с вами увидим. Либо уже увидели и, соответственно, у нас с вами начнется снижение. Также по австралийцам сейчас уже около 90% быков. Но при этом, если делать какие-то короткие позиции, опять же, лучше всего дождаться вторника, завтра. И там уже, смотри, да. С точки зрения паттерна в Гартли пятерку мы завершили. Завершили мы ее бабочкой. Соответственно, движение, которое у нас было с вами в пятницу, носит коррекционный характер в виде волны 2. И, соответственно, пробой и закрепление ниже уровня 0.79368. Начнется третья волна и снижение в район к отметке 0.77287. Оттуда возможно возобновление короткосрочного роста. Предпочтение продавать ниже отметки 0.79368 по пробою и закреплению данного уровня. При этом стоп за уровень 0.8072. Профит на отметку 0.77287 для австралийского доллара. Да, по еврику подождать денечек 2. Вторник, среда, я думаю, что там уже все разрешится. Соответственно, если сегодня, завтра мы удержимся на текущих позициях, тогда можно будет считать, что заход, который мы увидели в пятницу, это было подтверждение того, что данный максимум у нас с вами носит локальный характер. И мы начнем, по крайней мере, коллекционное снижение куда-нибудь в район 1.10. Ну, если брать первое, то оно будет на 1.13307. Очень похоже на подтверждение. Но время есть. Время есть, соответственно, по циклу у нас с вами еще есть. День. 1.08. 1.08.2017. Если за эти два дня не будет перекрыть максимум, тогда можно будет сказать, что на коррекцию сходить, в принципе, есть вероятность по евродоллару. Так, что еще? Франк разный канадец, да? Канадец. Канадец, канадец. По канадцу, в принципе, та же самая ситуация. Возможно, если брать более младши, мы считаем правил, что у нас с вами 3.4. И вот это было 5. Закончилось. И, соответственно, здесь 1.2.3.4.5 есть. 1.2.3.4.5 есть. И мы пойдем на коррекцию текущих уровней. На коррекцию текущих уровней. Соответственно, ключевой уровень поддержки у нас с вами 1.24.19. 1.24.14. В перспективе есть вероятность восстановления, начиная с 1.24.14. 1.24.19. И, в принципе, это восстановление может недалеко продлиться. Но в ближайшей цели 1.25.79 мы с вами по коррекции можем увидеть. Соответственно, у нас с вами есть доминирующая тенденция, которая способствует ослаблению доллара США. Ну и резкий рост в четверг выглядит очень похоже на импульс. Следовательно, скорее всего, у нас с вами наступает начало восходящей коррекции в область 1.27.75. В область 1.27.75. Сюда мы даже прийти. Соответственно, если покупать сейчас этот стоп короткий до 1.24.14, то профит на 1.27.750. А затем возобновится снижение. И, соответственно, здесь у нас будет только лишь 4. Больше размерности. Так. Здесь будет 4. Здесь будет. Если брать по канадцу. Коррекции еще не было по евро-доллару. И если смотреть более глобально, там только закончилась лишь 3-я волна. Судя по всему, большая. Большая 3-я. Если здесь 1.2. Здесь 1.2.3.4.5. Пятая расставим, то все это 3. Ну и, соответственно, будет 4 или не будет, есть вероятность того, что здесь может быть так же самая растянутая С. Соответственно, А, Б растянутая С. Но, в любом случае, если коррекция уйдет ниже 1.10, тогда, скорее всего, пятая у нас получится усеченная. Где-нибудь опять на уровнях еще возврат будет наверх. После новостей, да, минут 15-30 можно, в принципе. А так и я сегодня бы, в принципе, посмотрел. Посмотрел на ситуацию, что будет происходить. Так, канадец разобрали. А, соответственно, с индексом доллара, да? С индексом доллара. Ситуация интересная тоже. Так, индекс доллара. Индекс доллара. Индекс доллара, соответственно, у нас сейчас здесь идет лишь, всего лишь 1.2, 1.2. И здесь идет лишь троечка. Но вот это вот перекрытие, оно, в принципе, нежелательно. Основные уровни для индекса доллара. Это 95.50 и 98.86. В принципе, за исключением вторника, доллар у нас с вами ослабел на протяжении всей недели. Соответственно, похоже, что сделали свой минимум, но при этом нет никаких доказательств, что на самом деле это локальное дно, и оно у нас с вами на месте. По Иллиоту есть вероятность того, что мы можем уйти ниже отметки 91.92, и, соответственно, данное снижение носит 5-волновой характер. Всего лишь троечку мы завершили, и нас еще ждет пятая. Соответственно, четвертая волна должна прийти в область сопротивления, которая находится на отметке 96. 96.96. Пробой закрепления выше данного уровня. Можно будет сказать, что индекс доллар закончил. Пока что коррекция к отметке 96 под текущих уровнем, и также возможно снижение в район к отметке 92.33. Но уровень 92.33 не должен быть нарушен в ближайшие дни. Если по днем новом мы посмотрим, тогда что у нас здесь будет. Так, по днем новом. Завтра. Еще днем. Скорее всего, в течение сегодняшнего, завтрашнего дня у нас будет продолжение снижения в район 92.33. И оттуда возобновление роста, либо текущих уровней. От 3 на 24. И, соответственно, в среду мы должны сделать локальное дно по индексу доллара, ну и по всем другим валютам, которые входят в состав индекса доллара. Соответственно, до среды, скорее всего, есть вероятность, что тенденция везде будет сохраняться. Так, с индексом доллара все понятно, да. Что у нас еще? При этом, напомню, что сейчас очень большое количество быков по австралийскому доллару, при этом приближается уже, так сказать, к границе закипания евро. То же самое, в такой же ситуации находится британский фонд. Ну и еще, собственно говоря, ряд валют. Если брать в отношении франка, то у франка сейчас сидит очень большое количество медведей, что должно развернуть франк. Так, ну а по золоту, в принципе, идем все четко по расписанию. Дорабатываем треугольник. Дорабатываем треугольник. Есть еще вероятность небольшого роста в 1276. 1276. Да, вот это, вот это. А, вот здесь же у меня возьмет. Вот это, я не взял. Соответственно, сейчас у нас с вами идет продолжение роста в составе волновой церкви. Треугольники и пробои и закрепления выше ключевого уровня 1294-1296. Тогда будет вероятность того, что мы продолжим свое восходящее ралли к отметке 1347. Пока что данный рост, считаю, всего лишь коррекционные треугольники. А вот здесь вот так, да, скорее всего. Раз, два. Тогда, один, два, три, четыре, пять, похоже на импульс. Тогда здесь вот так, три. Здесь четыре. И здесь у нас с вами идет завершение. Плоскость. Треугольник растянутый. Ну и, соответственно, ключевые уровни по золоту. Уровень поддержки 125-4192. Пробой закрепления 125-4192 отправить золота на 124-394. Продавать ниже отметки 124-394. Цели далеко будут внизу. Так, если по времени. Если по времени здесь у нас сделали максимум. 24-25. Еще три дня подождать. А вот отсюда. Так, вот отсюда. Два. То есть завтра, послезавтра золото должно завершить свой локальный максимум. Второго. Второго. Соответственно, завершаем второго локальный максимум. Вблизи отметок 1.28-340. Подождал бы пару дней еще. И отсюда потом можно будет начинать шортить далеко вниз. Часовой график паттерна у нас с вами. Медвижий. Пробой закрепления текущего уровня сопротивления 1271 откроет дорогу к укреплению на 1273-1283. Вот это право. Видим, не надо дождаться, когда пробег. Заходить ниже 1243 с целями вниз на долгосрочку среднесрочную перспективу на отметку 741 доллара за тройскую функцию. Пока что внутри дня просто сохраняется ближайшее время. Даже если быть точнее. Хоть и паттерны есть, но надо перекрытие 1243. Потом перекроем. Тогда дивер есть, да. Дивер на часе есть. Но надо дождаться перекрытия минимума. Если сейчас уходить с коротким стопом, да. дивер дивер 15 ну тогда вот такой коротенький совсем. На 1274 лучше подождать два дня подождать. это немного это немного. Два дня а потом уже будет виднее. Либо после перекрытия 1243 заходить на короткую. да нужно подождать. Если дивергенция дает сигнал, можно с коротким стопом заходить. сразу после того, как он дает сигнал. К примеру, в текущей ситуации позор. Если есть, желательно перекрытие. Нужно поглощение, нужен дополнительный сигнал. хотя бы еще какой-нибудь пока тенденция сохраняется, это рост. Но одной дивергенции не увидишь. Здесь 1, 2, 3, 4, может быть если это треугольник, 4, еще может быть 5. Так, сейчас здесь посмотрим. подождать, два дня. Так, Йенка, 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 что-то по Йене пока что сохраняется как для Йены, Йена. По Йене в его случае сейчас пока минимум не перекрыт 109,367. У нас с вами находится на месте. Есть вероятность того, что Йена еще потестирует уровень 109,367. И оттуда мы начнем рост рост составит третьей волны. Цель там далеко на верху находится. На 132, по-моему, если я не ошибаюсь. Если брать среднесрочные. Ну, а если у нас с вами будет перекрыт минимум, перекроем отметку ближайшие дни 109,367, тогда у нас с вами будет дальнейшее снижение на 107,176. Тогда мы завершим раз-два, 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 двойной зим и в любом случае это будет 2, и будет заход на век. 107,176, пока здесь по времени уже нужно дождаться перекрытия максимума. Вот этого сейчас плюсик, 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 плюсик. Вот этого покупать выше 112,206 там начнется ускорение ближайшей цели 118,650 122 дивергенции нету уровень нарушили что не есть хорошо поэтому есть вероятность продолжения снижения на 109,367 тоже подождать пару дней так дивергенции есть нету если смотреть паттерны то у нас с вами паттерн бычий но опять же паттерн начнет отрабатывать после закрепления выше 112 пока есть вероятность продолжения и тогда будет ABC трехволновка вниз пока снижение окей ну что же коллеги спасибо за внимание до новых встреч